Добрый вечер. Калашников Михаил Тимофеевич. Наше всё. Наравне с Владимиром Владимировичем и Александром Сергеевичем. На миг смерти он затмил их обоих. Стал первым из трёх. На этом конкурировать-то и закончил. Калашников — это наш единственный бренд, известный всему миру. Раньше ещё был Орловский Рысак, вроде как в пару, ну и чёрная икра. Последнее время нет. Чисто монополия только Калашникова. Калашников — человек, Калашников — автомат, Калашников — целая страна. Везде произносятся одинаково, ну, конечно, с лёгкими нюансами акцента, но без смысловых искажений. То есть, как произносят слово «Калашников», сразу понятно, о чём речь. Сразу понятно, что такое. Сразу понятна держава, сразу понятна сила, сразу понятно, кто победит. Вот. Калашников для продвижения нашей страны сделал больше, чем вся борьба за мир, которую мы позволяли себе. И Калашников был последним, кто и что олицетворяло и олицетворяет нашей амбиции сверхдержавы. Ведь мы по сей пору верим, что мы сверхдержавы, хотя оснований для того нет никаких. Но вот последнее, что нас ещё как-то очень сильно поддерживало, и ещё какое-то время будет поддерживать, теперь уже только автомат, а вот до нынешнего понедельника ещё и целый человек. Калашников легендарный при жизни, как человек, так и автомат, воспроизведённый на гербах всяких недоразвитых пупуасей. Символ России умер, и Удмуртия два дня тосковала, погрузила в самолёт, отправила в Москву. А спрашивается, вот нам ведь объяснили, средства массовой информации, что это наше всё, что Калашников вот это такая значимая фигура, хотя, в общем, мы и без подсказок могли бы сориентироваться. А где наш национальный траур? Мы потеряли символ нашей страны? А где же в таком случае три дня скорби? А где безутешные официальные лица с прискорбием во все глаза в круглосуточном карауле возле гроба? А где вообще почётный караул возле гроба? Почему это стало событием для Удмуртии? Это почему только у них-то печаль? Типа земляк, но даже не земляк, а просто сотрудник, работник. Вот он на одном с ними заводе трудился, потом умер, и поэтому только Удмуртия в скорбном трауре. А почему не вся страна? А где вот это вот наше всё, которое осталось одно единоличное, с соответствующим указом президента, определяющее параметры трагедии, невосполнимость утраты, обещающее не забыть, назвать что-нибудь в очередной раз его именем, и определяющее, как именно в веках это наше всё будет закреплено на каком-то историческом материале? Это почему не прозвучало? Это с какой стати стало проблемой и печалью только для отдельно взятой Удмуртии? Ижевск приспустил флаги, а держава, она так лицемерно ухмыльнулась в сторонке, так в последний путь проводила, и только вот сегодня у нас было торжественное погребение, это вот лукавая слеза, на самом деле совершенно неискренняя, а на самом деле получается это совершенно неприглядная вещь, вот когда мы говорим о том, что Иваны не помнящие родства, вот мы только что в режиме онлайн утратили это родство в очередной раз, даже если было, растоптали, потому что не так должно, потому что не того масштаба потери, а это вот пренебрежение такое, да ну, дедушка, это трижды геройный при жизни-то надоел, вообще непонятно, сделал он этот автомат, не сделал, то ли немцы, то ли мы, минуточку, это наша легенда, кто сколько слов по-русски знает во всем мире, калашников знают, произносят, и сразу понятно о ком речь, а мы никого не помним, нам нету повода для скорби, мы кодилам-то в общем уже разучились махать, мы так чуть-чуть между собойщик небольшой, там официальные лица, да, конечно, забежали, у нас мемориальное кладбище есть, корреспонденты стояли рядом, печалились, но, знаете ли, для Иванов, не помнящих родства, которые только что доказали, что плевали мы на это родство, на эту память, в общем-то перспективы особой не имеют, мы сколько всех забыли, мы сколько всего похоронили, у нас о ком остались воспоминания, причем Калашников, да, это грандиозно, хорошо, но кроме Калашникова, в не танкостроении, не в космосе, не в оружейном деле, у нас что, других имен не было? Были, мы их помним? Нет. Любому не специалисту и даже специалисту назови, скажи, знаете, Виталий Андреевич Грачев, это кто? Кто такой Виталий Андреевич Грачев, чтобы мы о нем помнили? Мы об Калашникова практически только что ноги вытерли, нам его память однодневная. Где у нас рекламная пауза на весь FM-диапазон на три дня? А где у нас скорбь в телевизоре? А нету. Спели, сплясали, с утреца сегодня притормозили в новостях, кивнули головой, скорбь, а, ну да, Калашников, ой, лет-то ему много. Все, побежали дальше. А Виталий Андреевич Грачев, например, сопоставимая фигура или нет? А это тот самый человек, который нашу страну поставил на полный привод. И в том числе армию, и в том числе грузовики. Это тот самый гениальный Грачев, у которого не было высшего образования. Его выгнали из института за то, что у него было непролетарское происхождение, пинком в зад вышвырнули. И в 1931 году он, будучи безработным, попался под мобилизацию трудовую. Это когда всяких там ханейк и прочие отреби хватают, дают кайло в руки, говорят, ну-ка поработай на настройке народного хозяйства. В 1931 году Виталий Грачев с кайлом пошел строить Горьковский автозавод по принуждению. А в 1936 году конструктор Виталий Грачев уже выехал на своей опытной разработке в Каракумский пробег. Он работал уже тогда над полным приводом. Вот этот вот переход от человека безработного с кайлом конструктору, разрабатывающего автономную тему, полного привода и автомобиля повышенной проходимости, человек преодолел за 5 лет в режиме онлайн. Вот завод строился, и он вместе с ним рос. И он уже как конструктор работал. Причем идея, которую он заложил в свою машину, она не стала серийной. Она была впоследствии использована в BRD-M2, так называемые подкатные колеса. Он взял ГАЗ-3А, у которого не было переднего привода, он был колеса Формулы 6х4, и поставил еще два дополнительных колеса, которые со стороны выглядели как запаски. Для того, чтобы преодолевать препятствия, он говорит, через бревно переехать. Но уже тогда на этой экспериментальной разработке он понял, что все бесполезно. Не имеет смысла вся эта коннитель, когда у тебя нет настоящего полного привода спереди. И тогда он сделал МКУ ГА-61. Причем он взял за основу МКУ экспериментальную с рядной шестеркой. Он сделал ей честный полный привод, и причем машину пробил в серию. И ведь это делал человек без высшего образования, которому вставляли палки в колеса. И для того, чтобы пробить разрешение на опытно-конструкторские работы, представьте себе, этот человек дошел до наркома обороны маршала Ворошилова. Лично с санкцией Ворошилова ему разрешили делать ГАЗ-61. А ГАЗ-61 это что? А это родоначальник всех кроссоверов. Это именно оттуда пошел легковой полный привод. Это вот именно она, МКУ на полном приводе. ГАЗ-61. Она пошла в серию в 1940 году. В войну Грачев делал ГАЗ-64, ГАЗ-67. Потом он заковал их в броню и сделал разведывательную бронемашину БАЗ-64, БАЗ-67. А после войны, вот оно, высшее признание. Он был главным конструктором на АЗИЛе по направлению экспериментальных работ. Он делал очень специфическую технику. Это было специально КБ. И он сделал ту самую штуковину, которая ЗИ-157. Это полноприводный грузовик, трехосный, 6х6. Его в народе называют колун. Грандиозная машина. Полный привод Грачева. А самая известная работа Грачева это «Синяя птица». Это тот самый ЗИЛ-132, который по сей пору носится по степям Казахстана и помогает в поисково-спасательных работах по розыску космонавтов. И Грачев Виталий Андреевич, как инженер, он в последней неделе декабря 1978 года подошел к календарю и вычеркнул неделю красным карандашом и сказал, дальше вы будете работать без меня. Он умер 24 декабря 1978 года. А кто-нибудь знает в нашей стране о скорбной дате, стоящей следующим днем за смертью Калашникова? Калашников умер 23-го. Грачев умер 24-го. Мы не помним великого Грачева. У нас его в истории нет. У нас через какое-то время и Калашникова не станет. Перерыв на новости. Сегодня мы похоронили Калашникова Михаила Тимофеевича. А давайте поспорим, что через год, в день его смерти, даже репортажа по телевизору не будет. А не вспомнит никто. Но подумаешь, одним стариком меньше. Мы же не помним Грачева. Кто такой, что сделал, когда умер? Да, специалисты, может быть, помнят. Люди из Политехнического музея. К одной из дат они по Грачеву экспозицию сделали. Замечательно. Правда, в макетах, потому что места нет. Тем не менее, помнят. А кто такой, например, Юрий Аронжев-Долматовский? Это тот человек, который, в общем, может по праву называться, хотя таковым он себя не считал, родоначальником отечественного дизайна. Вот у нас готовые изделия в финале, они обычно отстают, они недоделанные, они, увы, сыроваты и, по большому счету, потребители уже их доводят до ума. Но, на самом деле, на идее мы всегда были богаты. Инженерная школа блистательная. И умение преподнести, создать, затеять, придумать, довести до ума? Не, никогда. Довести до ума обычно, это же целый производственный процесс. А вот Юрий Аронжев-Долматовский, тот человек, который, он нам памятен только по созвучию с фамилией его младшего брата, родного младшего брата, поэта Евгения Долматовского. Собственно, поэтому кажется, что он на слуху. Евгений Аронжев, он чрезвычайно богатую биографию прожил, у него было куча неприятностей в жизни. На всякий случай, для того, чтобы ему веселее жилось, у него расстреляли отца адвоката, юриста. Ну, враг народа же, все-таки, как может быть еврей, да еще рожденный в Российской империи, быть достойным человеком? Ну, естественно, расстреляли, хотя надо дать должное, братья молодцы, они выдержали, они выстояли. И Юрий Аронж, он вообще за свою жизнь написал 16 книг. Очень многие книги его были учебными пособиями в высшей школе. Он много знал, он чрезвычайно интересно об этом рассказывал, он очень хорошо рисовал. И он сделал кучу машин, и в том числе он стал основоположником той самой вагонной компоновки, которая в автобусах у нас присутствует в порядке вещей, а вот в легковом автомобилестроении этого нет. И это как раз Долматовский сделал машинку, маленькую такую симпатичную белку, и ее в металле уже даже никто не помнит. Но есть у нас такая небольшая серия, выпускающая модельки 1 к 43, они как раз воспроизвели эту белку. Это удивительный совершенно автомобиль, такой ровесник нашей оттепели, когда вдруг выяснилось, что многое можно. Причем белку он сделал в 1955 году, она была таким предвестником событий нашей страны, когда вдруг стало легко дышаться, и людям разрешили быть творцами. Стало возможным многое из того, что было абсолютно недопустимо. Он сделал очень интересную машину, экспериментальную такси, когда он перешел уже в Институт технической эстетики, но то, что называлось Институтом дизайна, 1963 года, в НИИТ, городское такси на нынешние деньги это минивэн, машина по сей пору существует, она была совершенно удивительная, она была чрезвычайно интересная. Естественно, она не пошла в серию, потому что на всю страну не было ни одного предприятия, способного это сделать. Долматовский опередил так лет на 50, наверное, возможности нашей промышленности. Кстати, примечательно, когда он в 1938 году, в 1937 году у него расстреляли отца, в 1938 году у него вышла книга, она называлась «Автомобильные кузова». Представьте себе, насколько Долматовский, насколько десятилетий он опередил время, он в этой книге написал. Советскому Союзу нужны сотни типов кузовов, выпускаемых в тысячах и сотнях тысяч экземпляров, кузовов не только практичных, технически совершенных, удобных, но и красивых. Вот это был масштаб. Это что надо было в 1938 году заявить в нашей стране такое, когда у нас машина, это была функция, нам нужно было Красную Армию на поля сражений с империализмом доставить. Какая красота! Вы о чем? О легковое автомобилестроение. Это функция начальника, она должна нести имперское содержимое. Мы приехали, и все сразу поняли, кто приехал. Долматовский был совершенно из другого теста, он делал совершенно потрясающие машины. И вот, например, его работа «Макси», она тоже была в металле, это уже 1967 год. Долматовский умер в 1999 году, он наш ровесник. Да никто не помнит Долматовского. Кроме Дениса Орлова, историка и человека, писавшего в том числе массу работ по Долматовскому, как-нибудь специально с Денисом мы устроим по этому поводу эфир, он никому не нужен. Историю он забыт. Да кто он такой? А Эдуард Молчанов. Представьте себе, в оттепель художник, дизайнер, человек, который создавал сразу портрет автомобиля, причем постигавший инженерную суть, он не рисовал абстракцию, которую нельзя было применить. То, что рисовал Молчанов, можно было сразу делать, и оно бы поехало. Вот представьте себе, как перепугалась коммунистическая партия Советского Союза, когда, посмотрев работы Молчанова, в том числе и в каталогах автоэкспорта, из-за рубежа пришел вопрос, а вы нам не одолжите, чтобы здесь, в нашем дизайн-бюро, поработал ваш мастер? Ага, апарт-билет на стол. А в Сибирь ты не захотел случайно? Молчанов. Эдуард Молчанов — это человек той самой фантастической школы, по которой сейчас, кстати, учатся у нас, в частности, в Строгановке, когда он мог в карандаше изобразить разницу фактур материалов. Понятно по его рисунку, где у машины стекло, оно выглядит как стекло, где металл, где пластик, где резина. На таком уровне сейчас компьютеры рисуют. Молчанов это делал от руки, у него работа безупречная. Причем Молчанов — это человек, которого приглашали для того, чтобы либо создать идею с нуля, либо довести до ума, и его имя сопровождает весь наш автопром того времени. И легковые машины, и грузовые машины. От Молчанова у нас даже не осталось даты смерти. Ну, абстрактно, 1975 год где-то. Некий Эдуард Молчанов просто умер просто в 1975 году. Причем последние 10 лет он работал в КБ Милева на вертолетах. И Ми-24 — это второй в мире боевой вертолет, то есть не двойного назначения, а конкретно боевая машина. Он был сдизайнирован этим фантастическим человеком, инженером в душе и художником по факту, чувствовавшим суть, материал, процесс и явление. Попробуйте сделать облик такому прикладному конкретному предмету, как боевой вертолет. А Ми-24, те, кто его знает, машина 1971 года, кстати, она в серию пошла. Помню, что она выглядела, и выглядит по сей пору достаточно интересно. Там есть дизайн. Это не просто функция, это не просто то, что куда-то летит. А кто у нас помнит Гладилина Александровича? Это человек, который был замглавного конструктора на АЗЛК. И вот про него как раз та самая история, когда АЗЛК работал над полноприводными машинами, о чем тоже никто не помнит. Что такое Москвич-415, Москвич-416? Это наш джип. Он даже внешне был чем-то похож, потому что Эдуард Молчанов его не рисовал, поэтому машина была похожа на американского прародителя. И вот сделали, собрали в металле, бросили машину на испытание, и выяснилось, что у нее избыточная поворачиваемость, то есть у него чуть что сразу зад закидывает. Моментально. И история, которую рассказывает другой забытый человек, и участник реальных событий нашей автомобильной жизни, Лев Шугуров, как очевидец. Испытатель возвращается с полигона, даже тогда еще полигона не было, он возвращается с дорог общего пользования, где проводились, соответственно, ездовые испытания. И говорит, невозможно ее рулем поймать. Чуть что, чуть газ, чуть рулем дернул, все, потом начинаешь ее стабилизировать, потому что заднюю ось моментально срывает. Ну, диагноз понятен, все, избыточная поворачиваемость. Что делать? А вот что делать? Гладилин постоял рядом, посмотрел, позвал сварщика, взял карандаш из кармана, прямо по кузову начертил линию, сказал, режь. Машину разрезали пополам, сделали вставку в 70 миллиметров, все, характер управляемости изменился, машина стала стабильной. Вот это гений инженера. Вот это вот уровень. И поэтому, когда Гладилин делал, в том числе гоночные машины, Г-1, какую подвеску он делал, он же конструкцию видел, чувствовал и понимал. Он подходил к чертежу и говорил, эта работа не будет. Или, например, он видел на каком-то этапе, уже почти готовый, он говорит, стоп, это не так. Он доставал логарифмическую линейку, штангель, начинал проводить замеры, потом тут же рисовал от руки, ну, у него рука была как чертежный станок, он рисовал конкретно деталь, говорит, делай. Все, она вставала четко совершенно, вместо той, которая явно была не кстати, и после этого конструкция оживал. И, как это часто было у людей этого поколения, Игорь Александрович умер за рабочим столом, он пришел раньше всех, сел к столу, склонился над синькой и умер. И даже тоже уже безотносительно даты. Ну, был такой Гладилин. А что он сделал? А что серийного поехало? А, москвичи. Так мы весь этот завод целиком не любим. Завод-то, в общем, так себе, паршивенький. А люди, которые на нем работали? Не, ну, конечно, некоторые неплохие. И в результате, вот что такое Ивана, не помнящие родства. Все эти люди умерли, все они похоронены, все они забыты. У нас с этими людьми родство было, но мы его не помним. Ну, и попробуем, конечно, после этого повыбирать себе новые автомобили, потому что, что там говорить о покойниках? У нас есть еще немного времени, телефон. Вы уже знаете 6510996. Владимир, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, Владимир. Здрасте, Сергей. Вы, наверное, машину хотите купить себе? Не, я не хочу купить себе машину, Сергей. Почему? У меня 124-й Мерседес, ему уже 20 лет. У меня 168-й Мерседес, ему, он 2001-го года, и все это катается. И у меня 246-й Мерседес, ему пробег 200-й, 500 километров. Счастливая жизнь. Она, по-моему, удалась. У вас ролик на руке прилагается? Нет, не прилагается. А что так? Сергей, я очень счастлив, что до вас зазвонился. Слушай, мне вообще интересно просто вас слушать, интересно с вами общаться. Вы очень так правильно говорите, вообще, вообще очень так правильно говорите. У меня к вам вопрос. По 246-му Мерседесу, там, по-моему, DSG-7, вот вы ругали эту коробку. У Мерседеса нет DSG, они то же самое сделали сами. Они сами сделали. Отлично. А по 124-му Мерседесу, которому меня 20 лет уже. Вы можете... Он у вас не в мелкую дырку, 124-й? Он у меня сзади имеет маленькие-маленькие дырочки. Кузов у него сгнидет, конструкция останется. Перерыв на новости. Нашлось. 7 баллов. Есть жизнь, есть движение. Mail.ru 9 баллов. Жизнь есть, движение нет. 65, 10, 9, 9, 6. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Хотел бы, в первую очередь, поблагодарить вас за поднятые темы. И про машину очень интересно. Ну и спасибо, что вспоминаете иногда и поднимаете такие темы, как сегодня, потому что, конечно, печально все, о чем мы сегодня говорили. А вы когда-нибудь слышали, Андрей, когда-нибудь слышали Грачева, конструктора Грачева, человека, который был сновоположником колесного полного привода наших, колесных вездеходов? Вы знаете, слышал, потому что еще в студенческие годы делал на эту тему курсовую, но если бы не делал, конечно бы нет, к сожалению. Ну, знаете, уже кое-что, так или иначе, ведь он человек, все-таки ставший частью истории по праву, поэтому, если вы делали по нему курсовую, во-первых, вы, скорее всего, заканчивали Мадимами, что-нибудь. Да, 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 именно это Мадим. Ну да, Мадишники, это как раз ваша тема, а во-вторых, ну что ж, вы узнали очень много интересного про этого удивительного человека. Да, да, ну и, к сожалению, печально то, что таких людей мы не помним, зато очень много обсуждаем повышение, как бы повысить оплату за парковку, как бы сделать нашу жизнь хуже и неудобнее. Мы обсуждаем очень много. Ну да, тем более, что нам ее по-любому делают хуже и неудобнее при нашем молчаливом согласии. Мы же ничего против-то не предлагаем. Ну да, зачем? Зачем? У нас все хорошо, как говорили недавно в передаче у всех. Ну, либо за нас кто-то должен это сделать. Не мы же пойдем с вами, нам же не дано. Конечно, конечно. Да, вот. Но все-таки давайте не будем совсем уж о грустном. Хотел задать вам вопрос. Давайте. Звонил вам некоторое время назад. Выбирал кроссовер, паркетничек. Вы меня убедили, что не стоит это делать тогда. Вот. И будет еще много предложений. Это действительно так. Сейчас за деньги, за которые я мог купить Mazda CX-5, в принципе, я могу купить даже BMW X3. Вот. У меня, соответственно, вопрос следующего характера. Есть у них там наша локальная сборка, так называемая. Насколько это сказалось на таком афемерном вещи, как качество, да? Добило. И вообще, насколько BMW X3 правильно, неправильно. Ситуация трагическая абсолютно, потому что, если вы откроете газету RU, как открытый источник, введете там в поиски что-нибудь связанное с BMW, вы увидите, какое количество фантастических совершенно дел, где люди калининградскую машину купили, на ней поездили, выяснилось, что она развалилась, и там очень много фигурирует именно X3, после чего они пошли либо как-то это все попытаться вернуть, потому что ломается невыносимо, либо получить какую-то сатисфакцию. И если они дошли до суда, то в суде BMW Rusland доказала, что не имеет ни малейшего отношения к заводу в Калининграде, что фабрика в Калининграде не имеет ни малейшего отношения к BMW, вообще совершенно непонятно, откуда у них торговый знак и с какой стати вдруг поделки этой частной артели продаются через официальную дилерскую сеть BMW. Короче говоря, мы не несем никакой ответственности за эти самоделки калининградцев, к нам, пожалуйста, претензий не предъявляйте, и вы, дорогие наши клиенты, закупившие машины стоимостью полтора, два, два с половиной, три, четыре, четыре с половиной, пять миллионов. Идите вы нафиг, потому что мы немцы, а в гробу мы вас видали русских с вашим калининградским заводом. Причем это не раз и не два и не три. Это система. И BMW всегда радостно доказывает. С нас взятки гладкие, но это то же самое, что платные парковки, это налог на лохов. И в этой связи я никому не советую покупать ничего сделанного в Калининграде, потому что у них нет договора, у них нет бумаг, из которых следует, что Калининград это BMW. У них есть бумаги, из которых следует, что Калининград это частная лавочка типа Андрюша из Мадии и Сережа с радио Финам ФМ. Мы с вами вдвоем сели и слабали что-то такое. А что она вдруг продается через дилерскую сеть, а мы этого не знаем. И они этого не знают. И они говорят, что это не к нам, это не мы делали. Вот BMW, оно делается в Германии. В этом отношении я абсолютно прав. по сути даже гарантия это не BMW, а гарантия Калининграда. Это должно быть гарантией дилера. А дилер говорит, мы тут при чем? Я что ли дилер делал? И мое дело было колес накачать. Это, пожалуйста, к производителю. А производитель у него почему-то не BMW. У него какой-то такой непонятный то ли автотор называется, то ли еще что-то. Но мы что-то как-то хэнде хо, хаусвайс, мы не разглядели, кто это. Да у вас русских пойми, у вас все не как у людей. Поэтому BMW, сделанной в Калининграде, категорически нет. Ни в коем случае. А тем более посмотрите, что сейчас происходит, например, у Рольфа. У Рольфа по всей дилерской сети продаются машины либо в себестоимости, либо ниже себестоимости. Если вы приходите в Рольф с конкретными деньгами, вы можете купить машину с такими скидками, которых не будет больше никогда. Рольф сейчас гонит совершенно конкретно по товарной массе. Ему нужна оборачиваемость капиталов. Он ее достигает. И это не важно, какой вы кроссовер себе попытаетесь посмотреть, тем более, что у Рольфа очень много брендов. Зайдите к ним с конкретным намерением купить. И в кои-то веки вы на искаженной гримасой неуважения физиономии Рольфа увидите проблески интереса к вашей персоне, к кошельку и даже к недрам вашей души. Ну, там, да, я общался с этими друзьями, и они готовы на очень много, лишь бы я к ним пришел. А когда вы к ним реально придете, выяснится, что их готовность подтверждается делами. Тем более, что они довольно часто еще и дарят то два, а то целых три ТО. То есть уже вообще непонятно, ради чего они живут, потому что на четвертом ТО клиент может к нему не приехать. Ну, да, да, да. Понял. Спасибо. Спасибо, спасибо. Успехов вам. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Град вас слышать. У меня отец хочет поменять машину, а не его Рено Логан. один, четыре. Присмотрел себе Дастер, двухлитровый механик с кондиционером, который там приедет, у них комплектация. Да. Хочет вот в ближайшее время взять. Хотел просто уточнить, имеет смысл такую машинку брать? Он в основном сам чинит, и есть гаражик, и Логан, по крайней мере, все время сам. Слушайте, такому замечательному папе, который справится с любой недоработкой завода, конечно, да, тем более, что Дастер, это очень хорошее подспорье по хозяйству. У этой машины есть определенные минусы, но, знаете, тем более, человек после Логана на Дастер, да еще на полный привод, да еще на 2.0, да еще на механику. Это очень правильно, тем более, что сейчас даже у Рено, несмотря на их, ну, в общем, мягко говоря, нетактичное отношение к клиентам, все-таки какие-то проблески радости, вот сопоставимые с Рольфовской искаженной улыбкой. Можно о чем-то говорить, и очереди начинают сокращаться, то есть их безудержное жлобство, переходящее в цинизм, оно потихонечку начинает как-то вот отступать на второй план. На первый план какая-то хотя бы нейтральная реакция. То есть Дастер, да, да, можно взять, причем они, если раньше они требовали с паяльником у горла, ну-ка быстренько еще настольничек сверху от допов, сейчас они так чуть-чуть поскромней, чуть-чуть, самое малое. Сергей, я просто сам работаю дилером, все хозяйство знает достаточно кухню хорошо изнутри, поэтому, ну, умею с ними разговаривать. Правильно. Алексей, тогда тем более. Папе, кто у нас, кроме наших родителей, также ценен? Папа, мама, дети. Вот. Папе Дастер? Очень правильно. Алексей, тем более, когда вы знаете эти подводные камни, ну, доставьте наслаждение, оттопчитесь за тех, кто не в курсе. Немножко цену скинули, подарок кое-какие сделали, еще и там скидочные всякие программы дополнительные дали. О, вот он, звериный оскал империализма, а мы-то его боялись. Оказывается, ничего подобного. Не, ну, при этом машин нет, поэтому, в общем-то, ничего мы не можем сделать, ну, как говорится, опять, здесь разговора дает очень интересный эффект. И что, машина находится? Сразу? Да? Тем более машины... Чуть ли не нашлась фактически в течение трех дней прихода. А еще, если по какой-то причине вот эти, например, наши столичные дергаются, корчат рожи, посмотрите, что происходит в провинции. Мне недавно из Ростова ребят прислали депешу о том, что у них эти дастеры стоят, их никто не берет, потому что покупательская способность уже закончилась, народ переориентировался на что-то более важное, типа тушенки, водки, колбасы, селедки и елочки. И машины теперь уже типа кому-кому-кому-кому, а никто не берет. И когда московские еще по инерции корчат рожи, можно приехать в провинцию, а там тоже план горит. А там тоже абсолютный атас. Вы же знаете, как это выглядит изнутри. Ну да, сейчас практически полностью такой. Да, и вы можете приехать вот куда хочется туда приехать, купить, и, пожалуйста, обслуживать в Москве. Никаких проблем, Рольф достаточно так интенсивно сливает, и, в общем-то... Да, шикарно сливает. Как он сливает! А вот по непроходным моделям, то есть, причем у них там шикарный скандал с Тойотой, потому что они сливают Тойота, Тойота по этому поводу расширяет глаза до европейского разреза и пытается как-то на них влиять. Против Рольфа в этом отношении бесполезно. Да, они пытаются достаточно интенсивно на них влиять, потому что эти вопросы ручат практически ведь московский рынок. Рольф все-таки это служба внешней разведки. Что-то рушить это у них специализация такая. В этом отношении... Да, вопрос, как они потом все поднимать будут. Не будет ли у них опять так, как в девятом году. Они будут объемом и репутацией, ведь это только в наших глазах репутация так себе, а многие же считают, что бренд крутой, фирма. А за подрывную работу спасибо, молодцы, вот это очень грамотно. И скидки хорошие. Кстати, поскольку не все машины 12-го года проданы, то на часть будет очень интересное предложение в январе. Но, к сожалению, не только на то, что мы хотим, но и на то, что мы не хотим. Там у них будет, я думаю, как обычно, в начале января повышение где-нибудь на... Новость. Василиса очаровательно написала, кроме того, что добрый вечер. Позавчера некоторый Руслан предлагал вам возглавить протестное движение, а почему бы Руслану самому не возглавить это движение? Главный идеолог в вашем лице уже есть, а он пусть организатором станет, а мы поддержим. 65, 10, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Федор. Смотрите, продолжение темы полного прилага и заодно касаемо Рольфа. Он скорее уже философский, потому что езжу полтора года на Паджере спорт дизельном полной комплектации и сейчас есть идея, которую хочется либо подтвердить, либо опровергнуть, пересесть с него на четвертый Паджеро. Что вы думаете, решаться на такой шаг или оставить все как есть? Если вы из этой квартиры выросли, то можно, но они же все-таки разные. Вы насколько по внедорожью заточены? Насколько? Пара года, но раза три-четыре я, конечно, съездил там на всякие поля, а не роды, но так не сказать. Но зато по городу в принципе машина очень удобная. Не могу сказать, что есть какие-то дискомфорты. В дизельном большом Паджеро у вас будет довольно странная совершенно ситуация. Его нужно будет обязательно брать с догревателем салона, со всеми видами грелок, какие только существуют. Не только с вебастой, но еще и с той самой функцией, которая гонит теплый воздух внутрь, потому что у него внутри такой склеп. Если при минус 15 вы едете на большом дизельном Паджеро, на четвертом, то он у вас прогревается где-нибудь, наверное, ближе к Воркуте. А так вы просто там в дубленке будете ездить, в валенках, и это будет совершенно невыносимо. Но вечная мерзлота вас, конечно, сохранит для истории, но это не та ситуация, которая требуется в городе. Во всем остальном он такой же молодец, ну, конечно, чуть пошире, чуть побольше, но все то же самое, ведь трансмиссия та же, двигатель чуть помощнее, двигатель он совершенно замечательный, 3.2, очень хороший дизель. Его, кстати, раньше ставили на Паджеро Спорт. Потом, правда, решили, что слишком хорошо бывает, не надо, и убрали его только на Большой Паджеро. Во всем остальном те же самые 5 мест, тот же самый большой багажник, та же самая третьего сорта свинина в салоне, который вы примерзаете. Ну и для апгрейда у вас широчайший спектр, потому что Паджеро Спорт в спорте не очень, а Большой Паджеро. Вот вам захочется, например, хлебнуть, пожалуйста, вам АРБшный обвес, там, по подвеске тысяча вариантов и так далее, там, лебедку туда-сюда, ух, хотя вам это не нужно. Так, а вот все-таки вопрос касаемый прогрева дизеля, потому что на спорте вот нет такой проблемы, машину мгновенно прогревать. Да, вот в спорте тепло, в Большой Паджеро сдохнуть, и бесполезно в нем пытаться ехать вот со штатной комплектацией, помрете. Ужас просто. А трехлитровый бензин будет прожорливый как? Ну, трехлитровый бензин будет не то, чтобы особо прожорливый, знаете как, опять-таки, мы прожорливы с чем меряем? Вот у меня в анамнезе с Матрома 1,3, который на карбюраторе Озон жрал 25 литров при баке 40 в 2. Видите, 40 литров уже гуляем, мне нужно было с собой возить еще две канистры, но в те времена все возили с собой две канистры. И это была такая вот у него особенность. Ну, 22 литра это было совсем нормой. Это много или мало? Ну, конечно, много. И Большой Паджеро на трех литрах, на бензиновых, он очень дееспособная машина, и не зря ведь 3,8 с нашего рынка сняли. Не только потому, что не берем, не только потому, что дорого, не потому, что налоги, а потому, что по энерговооруженной сути они очень близки друг к другу. 3,0 и 3,8 одинаковые трудяшки. Молодцы. И на 3,0 с автоматом вы едете молодцом, не имеете никакой головной боли по качеству топлива, никакие проблемы по динамике вас совершенно не трогают. Ну, да, тепло. Уже сразу хорошо, уже сразу тепло. Ну, да, ладно. Будем думать. Хорошо. Это красивые мечты под Новый год. А не пересесть ли, а тем более в роль, а тем более там скидки. А у Рольфа такая паника предновогодняя, переходящая в праздничный ажиотаж. Ну, да. Ярослав, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Хотелось бы вот уточнить, может, у вас какая-то информация новая появилась по поводу нового X-Trail, который вот в будущем году выходит. Ну, да. А что там? Ну, вот есть так. Стоит ли вообще смотреть на нее? Просто вот как бы смущает то, что на данный момент X-Trail выпускается в Питере. Да, и будет. И сейчас и этот новый также будет выпускаться. Да, да. Тоже его туда привезут, его будут там делать. Будет такая вся Сразу? Ну, нет, конечно. Сразу не получится, потому что для остального мира его уже производят, а у нас потребуют определенные переналадки оборудования, но будет он, да. Никуда мы не денемся. То есть, по первости, есть шанс все-таки получить более качественную машину, не произведенную у нас? Ну, вы особо не обольщайтесь. Они могут взять его освоить где-нибудь в Англии, где вьетнамцы, лаосцы и прочие пакистанцы будут его с британским качеством делать, да, специально для вас. А потом туда же встанет еще Кашкай, поскольку это теперь одна и та же машина. Они и раньше были одной и той же машиной, и ниссановцы жутко обижались, когда им говорили, что X-Trail сделан на платформе Кашкай. Они говорят, да не, ну что вы, это разные машины. Ага, колесики почему от швейной машинки? А вот именно потому. И вот теперь... Я в интернете как раз это и увидел. Да, и вот теперь это будет совсем одна и та же машина, только X-Trail будет семиместный, то, что Кашкай 2+, а Кашкай-Кашкай, он будет, ну, просто Кашкай, такая вот вся себе машина. И в этом отношении идеологически, конструктивно, они обе спустились на полступеньки ниже, еще более став легковыми. То есть, если Кашкай раньше был полноприводной девяткой, то теперь X-Trail становится полноприводной семиместной девяткой. Такой, наверное, полноприводный Ларгус теперь уже. Да, к сожалению. Я вот и форумы уже по этому поводу почитал. Вот, хорошо, все понятно. Вот, еще хотелось бы поделиться темой, которая вот очень муссируется, скажем так, у вас на передаче. Это по поводу DSG-7. Так. Являюсь владельцем Skoda Yeti 1.2. Вот, как раз в 2010 году купил, получилось еще то, что она якобы чешская наполовину. То есть здесь досборка была в Калуге. Да. Вот, и все-таки вот по поводу коробки. Вроде бы вот за три с лишним года но особых нареканий нету. Вроде бы, хотя ребята вот с АНЕ ездят, которые они говорят, что вроде что-то у тебя с сцеплением не так. Вот, а в целом вроде бы все А пробег какой за эти три с половиной года? Уже 78 тысяч. Замечательно. Значит, вы очень спокойный водитель, потому что первое, что эту коробку убивает, это резкий стиль езды. А у вас все в порядке. Вы просто аккуратно, хорошо и вежливо относитесь к технике. Иногда жгу. Все-таки иногда жгу. Хоть там двигатель маленький, но все равно. А там двигатель... Не маленький там двигатель. Вот эти вот 1.2, которые 105 лошадиных сил, они, если вам не сказать, что под капотом, посадите, сказать, ну-ка, Ярослав, прокатитесь-ка, расскажите. Вы будете в полной уверенности, что там нормальная атмосферная 1.8. Согласен. И вот то, что перед покупкой было вот такое ощущение, что... Ну, вернее, переживали, то, что вот двигатель вроде бы маленький. Вот, а реально машина едет. Едет, и даже вот такая вот... Пусть на переднем приводе, но все равно есть как бы приятное ощущение от машины. Даже при полной загрузке просто спорт режим включается, и все. В этом и прелесть конструкторской мысли, что они сделали машину, которая нам кажется противоречивой, а на самом деле очень дееспособной. Еще бы вот качество было не китайское, вообще ценами не было. Антон, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Ну, у меня такой как бы вопрос. Я сейчас езжу на Ешке, Мерседес, Е320, 211-й кузов. Ух ты. Он в хорошей, вовсе в хорошей комплектации. Я вот на нем я держу уже 8 лет, и, ну, просто вот, ну, не нарадуюсь. Ну, что, что называется, как-то, вот дети выросли, там, сзади уже у меня никто не ездит, и так далее. И очень я хотел, давно, давно хотел купе. Сейчас смотрю на Е-купе, которое, 212-й кузов. Антон, а что значит дети выросли? Это они на сколько выросли? Уже научились ходить сами в детский сад? Ну, как? Старший уже у меня скоро с дедом сделает, а младший уже выросли. Так, тоже самостоятельный. Да-да-да, с папой не по пути, только если они с собой его на дискотеку не возьмут. Вот, как-то так, да. Не берут, понятно, да. Тогда, конечно, уже 212-й, это хорошая ступень совершенства. вот не будет у меня для меня машина относится средней квартиры и одежды. Вот, как-то, вот, много времени провожу, потому что в разъездах, и особенно по центру Москвы, вот, постоянные эти пробки, вот, езда вот такая. Антон, вы боитесь разочароваться? Да. Я боюсь, что он будет коротенький и какой-то кусый. Нет, он будет красивый в любом случае. Вы будете смотреться так, что на дискотеку вас начнут выманивать уже безотносительно того, есть ли у вас взрослые дети, потому что вы помолодеете и тряхнете не только старинной, но и мастерством. Сама по себе машина не удручающая, а если вы еще возьмете себе красный, он совершенно фантастический. Анекдот пробил резинов. Антон, обратите внимание, что эта машина совершенно по-разному смотрится в разных цветах. Черная не похожа на белую, красная не похожа ни на одну из них. Зеленая и синяя, то есть это пять разных совершенно автомобилей, в которых общего только логотип на капоте. Поэтому это как в хорошем, у хорошего Кутюрье, у него лучшие модели не бывают во всех цветах. Он делает платье только в одном цвете, максимум в двух. И вот в них они выигрышно смотрятся. Поэтому и вы также аккуратненько посмотрите, какой из этих ешек будет то, что надо. Все, до понедельника, несмотря на то, что все уже будут почти готовы отпраздновать, я буду еще с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok